Общеизвестный научный факт закуска градус крадет поэтому закусывать конечно всегда лучше пивом Привет с вас брать самогонщики в каждой шутке есть доля шутки и сегодня покажу вам как приготовить вот такую закуску баклажанную икру Вот здесь я закупил все что мне понадобится это естественно баклажаны, сладкий перец, лук, морковь и подсолнечное масло Все овощи нужно будет помыть и порезать и сейчас я этим займусь Все овощи естественно тщательно нужно помыть и можно уже перцы вот так располовинить и серединку вычистить Вот эту зеленую часть баклажана тоже можно сразу же отрезать С баклажанами и с перцами я разобрался довольно таки быстро, а вот морковь придется чистить, видите купил вот такую немытую и придется воспользоваться вот этой штукой Если у вас смытая морковь чистая, то достаточно просто ее обмыть и можно будет резать В принципе ничего сложного нету, довольно таки легко и быстро это делается Остается почистить только лук и можно будет приступать к нарезке В описании к видео будет рецепт, я там укажу какие овощи и в каких пропорциях нужно взять Пока что режу баклажаны, баклажаны нужно порезать кубиками примерно полтора на полтора сантиметра Я сказал полтора на полтора, ну это конечно очень условно Порежьте просто не слишком крупно, не слишком мелко Нашлась у меня вот такая большая сковородка, налил я туда масло, достаточное количество Сейчас оно разогреется и вот эти баклажаны, которые я уже нарезал, отправятся обжариваться на сковородку Баклажан у меня было достаточно много и поэтому за один раз они даже в эту большую сковородку не вошли Придется пожарить их в два этапа Масло на сковородку налейте сразу же побольше, потому что баклажаны очень хорошо впитывают масло И могут у вас подгореть, если его будет недостаточно Вот первую партию баклажанов я уже пожарил и перекладываю ее в кастрюлю Сейчас буду жарить вторую партию Пока баклажаны жарятся, можно заняться перцем Перец нужно порезать соломкой Разрезаю несколько перцев, складываю их и вот таким образом режу Точно так же соломкой нужно нарезать лук и морковь Ну, с луком проблем нет, а чтобы нарезать морковь, нужно, конечно, вооружиться хорошим ножом Я свой поточил хорошо Самое сложное, конечно, резать морковь, как я сказал Она очень жесткая и нужен реально хороший нож И вот в таких ситуациях вспоминаешь про кухонный комбайн И думаешь, что это все-таки вещь не такая и бесполезная Вот такая гора у меня получилась овощей Это здесь морковка, лук, перец сладкий И это все нужно будет точно так же пережарить и потом смешать с баклажанами Итак, овощи отправляются на сковородку Я их попробую, наверное, все сразу Посмотрим, как получится у меня или нет Конечно же, все овощи у меня не вошли Видите, еще осталась целая чашка, еще на одну сковородку И вот мне пришла в голову мысль, что надо было этим заниматься, конечно, не дома на сковородке и на плитке А на улице, на казане у меня есть такой довольно-таки вместительный 12-литровый казан И вот в нем бы это все идеально сразу можно было пожарить Но, к сожалению, на плитку его не поставишь, потому что дно у него такое сферическое, классический казан Наконец-таки я потушил последнюю партию овощей Здесь морковка, лук, перец Все это добавляю к кабачкам Получилась вот такая 10-литровая кастрюля И все овощи эти нужно вместе с баклажанами еще немножечко потушить Чтобы они вместе так перемешались, вместе обжарились И вот когда я подумал, что мне вот это сейчас опять придется какими-то партиями все это жарить в сковородке Все это меня, конечно, начало угнетать И тут я вспомнил, что у меня же есть, оказывается, мой лабораторный куб 12-литровый И я решил пожарить все эти овощи в этом кубе Даже вот не знаю, почему я о нем сразу же не вспомню Вещь очень удобная Дно у него толстое И вполне подойдет для задачи Естественно, опять-таки нужно налить сюда масло Но масло, я вам скажу, не жалейте Иначе мало нальете, овощи у вас будут подгорать На всю мою баклаженную икру ушла одна бутылочка масла Хотя я думал, уйдет больше Итак, перекладываю овощи в куб И немножечко их потушу Ну вот буквально минут 15-20 Дядя Че, а это че вот так нормально, по-твоему, в перегонном кубе овощи тушить? Ну, извини, брат, безвыходное положение И, кстати, не забывай Ты ведь когда-то был кастрюлей Ты че хочешь сказать, что я трансвистит, что ли? Добавляем к овощам соль Вот сколько нужно будет соли, сахара и томатной пасты Я, как уже вам сказал, напишу в рецепте, который будет в описании Посмотрите там, потому что у каждого из нас, скорее всего, это будет разное количество Ну, в зависимости от того, сколько вы возьмете баклажан Вот у меня баклажан было, допустим, 4 килограмма У кого-то будет 2, у кого-то 6 Сюда же отправляется сахар И томатная паста Пока овощи тушатся, я займусь приготовлением банок Ну, нужно их просто хорошенечко помыть И, естественно, для автоклава все банки должны быть одного размера То есть они должны по высоте быть абсолютно одинаковые Банки я помыл, подготовил Осталось подготовить только крышки Вот эти крышки мне прислал производитель Русская дымка вместе с автоклавом По-моему, они там каждому какое-то количество небольших этих крышек высылают Ну, если вдруг кто не знает, то напоминаю, что для любых закруток Крышки нужно использовать вот только новые Никаких там повторных бэушных крышек А как их подготовить? Очень просто Открываете и бросаете в кипяток примерно на 5-10 минут И потом уже начинаете ими закрывать банки Хорошая крышка должна весить не меньше 13 грамм Давайте проверим, сколько будет крышка весить 15 грамм Ну и осталось только разложить салат по банкам Закрыть крышки И на этом подготовка заканчивается И останется их только загрузить в автоклав Смотрите, баночку мы будем прям вот до самого-до самого горлышка салатом заполнять Потом немножечко еще встряхну ее и еще дополню Потому что я как бы уже имею опыт общения, как говорится, с автоклавом И если баночку по плечике заполнить, то уварится, усядется и будет где-то 2-3 банки всего Поэтому заполняем под самое горлышко Ну вот так, видите, полная банка и еще ее немножечко так встряхну Ну все, вот это нормально Следующее Я рассчитывал, что у меня будет 14 банок баклажанной икры Ну вот немножечко почему-то просчитался, получилось 11 И чтобы 3 банки еще чем-то заполнить, сделал вот такой салат В интернете просто посмотрел рецепт Салат называется летний Здесь огурцы, перец болгарский, лук и помидоры Все это залито маринадом Рецепт этого салата я вам тоже в описании дам Делается вообще очень быстро И он, естественно, этот салат тоже отправится в автоклав Все, 14 баночек готово Давайте заряжать автоклав Итак, я уже в автоклав установил ТЭН 6-киловаттный Чтобы процесс разогрева пошел быстрее Ну и первое, что нужно, это установить вот это фальш-дно Оно здесь из двух половин И устанавливается легко и просто После того, как установили фальш-дно, нужно залить воды Я буду использовать паровой режим автоклавирования И поэтому в этом режиме вода заливается под самое фальш-дно Но за фальш-дно вода не должна выступать Итак, проверяем для начала, закрыт ли сливной кран Сливной кран закрыт И начинаем наливать воды Примерно я считал литров 8-9 Нужно залить воды Вода залита И можно приступать к закладке банок Банки здесь ставятся в два этажа На каждом этаже по 7 штук Шесть банок располагаются по кругу И седьмая в центре После того, как установили первый этаж Устанавливаем вот такую разрезную полочку И на нее уже ставим второй этаж банок Итак, все банки на месте Можно закрывать автоклав крышкой Устанавливаем силиконовую прокладку Сверху голову Зажимаем все это хомутом Руками кламповый хомут этот не получится затянуть В комплекте есть такой спецключ И вот спецключом Хорошенечко затягиваете Но опять-таки Все нужно делать разумно Не до такой степени Что у вас тут резьбу сорвет Или я не знаю Может тут хомут еще лопнет То есть подтянули так Достаточно хорошо Такие хомуты надежные Они очень хорошо все держат У меня есть видео Где я рассказываю Как правильно подготовить этот автоклав к работе И вот напоминаю Если кто-то его не смотрел Здесь есть вот такой кран Рассекатель пара И вот этот рассекатель пара Нужно опустить в банку с водой А кран при разогреве должен быть открытым Опускаю в банку с водой Вот этот рассекатель пара Когда пар начнет выходить Через рассекатель В банке будет активное бурление Вот тогда вот этот кран Нужно будет перекрыть Пока при нагреве он должен быть открытым Итак Включаю сразу 6 кВт Видите у меня здесь этот ТЭН Без регулятора мощности Просто каждый элемент На отдельный автомат Элемент по 2 кВт Один человек в комментариях Под обзором автоклава Написал что Вот этот сбросной клапан Который рассчитан на 1,5 атмосферы Нужно будет срочно заменить И поставить сюда Сбросной клапан на 3 атмосферы Не вздумайте Последовать этому совету Никогда не меняйте в автоклавах Ничего Производители рассчитывают Производители испытывают Автоклавы И вот если вы сюда Поставите сбросной клапан На 3 атмосферы То неизвестно Вообще Выдержит там Конструкция куба 3 атмосферы Или не выдержит Поэтому Производитель его поставил Сбросной клапан Уже был установлен Я его даже не устанавливал И поэтому Ни в коем случае Его менять нельзя Я все проверял На герметичность Проверял на нагрев Проверял сколько он держит Вот этот сбросной клапан Обеспечивает температуру В кубе При давлении В полторы атмосферы 200 градусов То есть Это вполне Достаточная температура Для того Чтобы готовить Мясные консервы Как видите Начал выходить пар Закрылся Вот этот обратный клапан И сейчас можно Перекрыть этот кран Все Температура стремительно Растет И как только она Достигнет 100 градусов Я отключу ТЭН В течение 15-20 минут Нужно будет Поддерживать температуру В 100 градусов Конечно Это удобно Делать Когда есть регулятор Мощности Вы там Выставляете Определенную Минимальную мощность И она поддержит Эту температуру Но Вот как я сказал У меня 6-киловаттный ТЭН Без регулятора Мощности И поэтому Мне нужно будет В течение Вот этого времени Вручную Поддерживать Эту температуру То есть Включать Выключать Время от времени ТЭН Ну Я думаю Надо будет это сделать Там Буквально Раз или два Температура Достигла 100 градусов И ТЭН Можно отключить И сейчас Остается следить Только за температурой В ближайшее время Я планирую Варить Мясные консервы Сварить Тушенку И вот Тогда я буду Конечно же Использовать ТЭН 4,5 кВт Он у меня Включается Через Регулятор Мощности Потому что Процесс Автоклавирования Мясных Консервов Он занимает Час И Это очень Будет Неудобно Если вручную Включать Выключать ТЭН А так Я выставлю Определенную Мощность Которая Будет Поддерживать Определенную Температуру Все Отключаю ТЭН Вот после того Как я Отключил ТЭН Я Следил За температурой Она Падать Стала Буквально Вот уже Через 2-3 минуты И поэтому Я поступил Так Я включил Один элемент ТЭН Это 2 киловатта И вот сейчас Смотрю За температурой Она Стабильно Держится 100 градусов То есть Вот 2 киловатта Нормально Поддерживает Температуру В заданном Параметре Прошло 20 минут В течении 20 минут Поддерживал Температуру 100 градусов И вот теперь Настало время Выключить ТЭН Все Процесс Автоклавирования Закончился У меня Уже Сейчас 11 часов Вечера Поэтому Оставлю Все это Остывать А завтра Утром Уже Автоклав Остынет И можно Будет Достать Банки Когда Автоклав Остынет Примерно До 50 Градусов Вот Этот Обратный Клапан Откроется И Потихонечку Стравит Давление Как я Сказал Автоклав Я оставил На ночь Остывать Утром Ушел На работу Естественно Некогда Было Заходить Смотреть Что тут У меня Вот Сейчас После работы Пришел Естественно Он уже Давно Остыл Видите Вот Открыт То есть Когда Автоклав Остывает Клапан Приоткрывается И начинает Автоматически Стравливать Давление Все То есть Сейчас Температура 24 градуса Давления Нет Но Можно Всякий Случай Всегда Открыть Вот Этот Кран И Проверить Все Можно Открывать Все Снимаем Голову И достаем Оттуда Уже Готовую Икру Остается Только Извлечь Дно Его нужно Будет Естественно Хорошенечко Вытереть И все Сливаем Воду Итак Вот они Результаты Моих Трудов Одну Баночку Кстати Я уже Дал Знакомым Попробовать Вот Эту Закуску Баклажанную Икру И вот Этот Салат Я уже Готовил На Автоклаве Когда Был В отпуске Все Кто Пробовал Всем Понравилось Поверьте Это Вкусно Ну И Сейчас Немножечко Хочу Конечно Сказать И о Грустном У Любого Производителя Конечно Не Обходится И без Косяков В Вконтакте Мне Написали Сообщение Два Человека Два Наших Коллеги По Цеху У Каждого Из Них Есть Вот Такой Автоклав Причем Один Из Них Этот Автоклав Приобрел Посмотрев Мой Видео Обзор На Него И Вот У Этих Двух Людей Серьезнейшие Претензии Качеству Продукции От Русской Дымки Следующее Своё Видео Я хочу Посвятить Как раз Таки Разбору Этих Претензий Насколько Они Серьезны Насколько Они Обоснованы И Вообще Что С этим Можно Сделать Я Обязательно Свяжусь С представителем Вэйн Еленой Передам Ей Все Фото И Видеоматериалы Которые Прислали Мне Коллеги И Попрошу Ее Чтоб Она Это Передала Руководству Ну Или По крайней Мере Вот Тем Людям Которые Отвечают За Производство И Чтобы Они Это Как-то Прокомментировали Дали Какой-то Свой Ответ Своё Видение На эту Ситуацию Ну А пока Брать Самогончики На этом Все И Как Всегда Чтобы Ни Голов Ни Хвостов Не Был У нас Сэми Всем Добра Скоро Увидимся Лайк Поставь